Какого необычного гостя можно встретить на пикнике? Насколько бесстрашны суслики? Способны ли шимпанзе выражать благодарность? И почему котов считают хитрыми существами? Смотрите в этом выпуске. Сегодня я покажу вам самые удивительные случаи с животными, снятые на камеру. Ну а перед тем, как перейти к основной части выпуска, я предлагаю взглянуть на несколько любопытных снимков, которые я нашел в сети. На первой фотографии видно огромную белую змею, которая успешно заползает в дом через окно. Честно говоря, я ума не приложу, как такое вообще возможно. Ладно просто заползти в дом, но ведь этой змее для начала нужно было оказаться на крыше. Представьте лицо человека, который в тот момент находился внутри. Как он смотрит на свое окно и видит ползучую, пожаловавшую в гости. Второй снимок не менее шокирующий. Я бы даже сказал, еще более страшный. На нем видно группу людей, которая занимается чем-то неподалеку от своей машины. Все внимание людей сосредоточено на чем-то с обратной стороны. На том, что мы не видим. Но зато с нашего ракурса отчетливо заметен аномально огромный хищник, который пришел к людям в гости. Понятия не имею, что этому крокодилу было нужно, но я искренне надеюсь, что уже совсем скоро он уполз обратно в лес. Все же габариты у него были настолько удивительными, что люди вряд ли могли бы хоть что-то ему противопоставить. Но и третий, финальный кадр, уже совсем не такой страшный, как два предыдущих. На нем видно двух лошадей, стоящих посреди реки. Самое интересное, что, как рассказал автор, лошади куда-то плыли, не двигая при этом своими ногами. Разумеется, это была иллюзия из-за того, что двигалась сама лодка с человеком. Но лично я даже со второго раза не смог ее разглядеть и понять. Ставьте лайк, если вы тоже. Думаю, в мире не найдется ни одного адекватного человека, которому нравился бы храп окружающих. Да, кто-то может умело скрывать свое негодование или просто сдерживаться, но факт остается фактом. Это сильно давит на нервную систему. И, как показало следующее видео, на нервную систему собак это тоже распространяется. Французский бульдог из Кентукки повеселил пользователей интернета своей милой реакцией на храп хозяина. Стоило мужчине хоть немного захрапеть, как песик тут же принялся толкать его лапами, тем самым ясно дав понять, что такие неблагозвучные шумы, скажем так, его не впечатляют. Сложно не улыбнуться, глядя на это рассердившееся животное. Не так ли? Не ищу легких путей. А это девиз нашего следующего гостя, который ну очень хотел пройти через новую дверь в будущем гараже своей хозяйки. Док из Пенсильвании встал прямо перед дверью и ждал, пока ему ее откроют. Забавно, что за несколько секунд до этого хозяйка прямо у него на глазах взяла и обошла дверь со стороны. Тем не менее, это ни капельки не смутило четвероногого. Такое впечатление, что у него в голове была особая установка. Попробовать войти именно в эту дверь. К сожалению, желание собаки так никто и не исполнил. Девушка за камерой все-таки вынудила ее пойти в небольшой открыт. Хотя, знаете, судя по всему, наши любимые питомцы вообще не любят что-то новое. В той истории собаке не хотелось открывать для себя новый маршрут, а в этой коту было крайне непонятно, что это за новомодная штука с ним разговаривает. В мире что, начался катаклизм? Вокруг невидимки? Помогите! Судя по выражению лица этого котика, в момент, когда с ним разговаривали через входную камеру наблюдения, в его голове были именно такие мысли. Так, а теперь у нас на очереди первый полет гуся. Поскольку этот красавчик был еще слишком юн, он не особо спешил размахивать крыльями и бросать вызов гравитации. Да и вообще, кому нужно тратить энергию и силы на полет, когда под боком есть любящая и заботливая хозяйка, готовая держать тебя за тельце и имитировать таким образом полет? Все, что оставалось делать гусю, так это вытягивать свои лапки и представлять, что он летит. А вот людям из следующего видео ничего представлять не приходилось. Они сидели за одним столом с петухом и играли с ним в домино. Вы можете подумать, что игрой это вряд ли назовешь, но нет. Петух реально выставлял правильные доминошки с требуемыми значениями и в конечном итоге вышел из игры победителем. Мне кажется, что этого красавчика из Бразилии срочно нужно отдавать на соревнования. Как вы думаете, птица понимала, что она делает? Или это была случайность? Напишите в комментариях. Помощь. Слоны – невероятно умные создания, которые не похожи ни на одно другое живое существо. Вот вы знали, например, что азиатские слоны обладают самым большим среди всех наземных животных объемом коры головного мозга, отвечающим за познавательные способности? Когда-то в прошлом люди даже устраивали для них специальный IQ-тест. Результат слонов составил 20 единиц. Это сопоставимо со средним уровнем развития 7-летнего ребенка. Согласно исследованиям, по умению создавать орудия труда, слоны находятся на уровне семейства гоминид, куда входим мы с вами. А еще у этих гигантов в мозге больше извилин, чем у приматов, которых некоторые считают нашими с вами предками. Я уже не говорю про поведение этих животных. Про то, как они оплакивают умерших, как проводят похороны и как регулярно возвращаются к могиле собрата, чтобы продемонстрировать свою скорбь и горечь от утраты. Короче говоря, учитывая все ранее сказанное, вот это видео уже не будет казаться таким удивительным и необычным. Да, один слон помогает другому, который застрял. Все в пределах разумного. Как вы думаете, кто-то помимо слонов был бы на такое способен? Я вот, например, совсем не могу представить, как лев помогает другому льву. Или, я не знаю, как ворона вытаскивает из песка другую ворону. А вы что думаете? На самом деле, животные все больше и больше становятся похожими на нас с вами. Они с каждым годом перенимают новые привычки и паттерны поведения, передающиеся из поколения в поколение. Вот эта собачка, например, увидела, как ее хозяин качается на кресле и тоже решила попробовать. Как вы можете заметить, Корги из видео это безумно понравилось. И теперь ее с этого самого кресла просто не стащить. А теперь скажите мне, на что вы готовы ради добычи? Уверен, многие сейчас скажут, что на все. Но как только дело дойдет до реальной угрозы для жизни, тут домашние супермены сразу же дадут заднюю. Так вот, я это к тому, что в плане решительности и желания получить свое, всем стоит поучиться у Скотта, жителя Австралии, из следующего видео. Мужчина занимался рыбалкой, и спустя довольно много времени он, наконец, почувствовал тот самый улов. Начал вытаскивать рыбу, но тут, в последний момент, ей на хвост сел огромный крокодил. Все, кто были вокруг, начали кричать Скотту, чтобы тот отпустил эту несчастную рыбу и не злил хищника. Но мужчина слишком сильно не хотел с ней расставаться. В итоге он не побоялся вытянуть улов чуть ли не из-под носа у крокодила, за что был вознагражден судьбой. Хищник отступил, а человек вышел из воды сухим, да еще и с уловом. После этого инцидента Скотт признался, он испытал такой всплеск адреналина, что практически не думал о том, что именно он делает. А вы бы оставили крокодила без обеда? Или все же отступили бы? Не обращайте на меня внимания. Уверен, у героя нашего следующего видео в голове были именно такие мысли, когда он пробегал мимо двери жительницы Флориды. Многие задаются вопросом, для чего нужна камера наблюдения у дома? Что ж, даже если вы не переживаете за собственную безопасность, она нужна, чтобы снимать вот такие забавные ролики с животными. На этой записи видно, как где-то среди ночи мимо дома девушки пробежал енот. Да не просто пробежал, а прошелся на передних лапах, в стиле самых лучших циркачей планеты. Понятия не имею, с какой целью животное захотело исполнить этот трюк, но выглядел енот крайне эффектно. Кто-то сказал трюк? Да что вы о них знаете? Вот, посмотрите сюда! Прокричала собака из следующего видео и крайне ловко с первой же попытки вцепилась в собственный хвост. Причем ладно бы, четвероногая просто добралась до хвоста, так ведь она еще и прогуляться в подобном положении сумела. Интересно, как долго собака тренировалась и откуда она взяла эту идею? Так, а здесь у нас видео, в происходящее, на котором никто бы не поверил без доказательств. Начинается все спокойно. На заднем дворе дома светит солнышко и дует легкий ветерок. Как вдруг откуда-то из-за дерева выползает медведь вместе со своими детенышами. На незваных гостей тут же реагируют местные собаки. Малыши-медведи убегают, а вот их родители остаются отстаивать свою медвежью честь. Если бы не вмешавшаяся во все это девушка, косолапый спокойно мог разорвать всю ту мелюзгу, которая лезла ему прямо в лапы, но хозяйка взяла и, совершенно не думая, столкнула гиганта с забора. Таким действием девушка выиграла достаточно много времени, чтобы собрать всех своих четвероногих храбрецов и отвезти их в безопасное место. К счастью, медведи ушли и более в этот дом не возвращались. Они, наверное, запомнили, что там живет просто какой-то безбашенный человек и больше не хотят рисковать своей жизнью. Вы когда-нибудь видели, как коты впервые в жизни реагируют на сильный ветер? Нет? Тогда этот короткий ролик специально для вас. На нем, со слов хозяйки, ее кот впервые в жизни встретился лицом к лицу с ветреной погодой, и вот как это было. Вообще, крайне любопытными, желающими попробовать все в первый раз, бывают не только коты, но и собаки. Четвероногий друг человека по кличке Белла, например, оказалась готова понюхать даже жидкость для снятия лака. Шутки ради, дама протянула ей ватный диск с этим пахучим веществом, и вот что из этого вышло. Любой, кто хоть раз нюхал такие жидкости, согласится, что аромат далек от приятного. Но реакция животного оказалась совсем уж резкой. Нет, ну а что собачка ожидала? Что ей сплошные благовония будут подсовывать? К тому же, она сама этого хотела. Как вы думаете, что следует делать при виде ли снова сурка, сидящего прямо посреди дороги и жующего что-то явно очень вкусное? Правильно, ни в коем разе не стоит ему мешать и доставать с просьбами уйти обратно в лес. Сурок и без нас, людей все прекрасно понимает. Но если мы будем к нему приставать, он может сильно разозлиться и вот так вот неожиданно напасть. Орангутаны. Что вы слышали про этих приматов? Знали ли вы, например, что среди других обезьян по ДНК к нам они ближе всех? Это может звучать дико и как-то непонятно, но, на мой взгляд, после вот такого ролика все сразу же становится на свои места. На этой записи Орангутан прошел мимо группы туристов, забрался на ближайший корабль, стащил оттуда вкусняшку в виде чипсов и медленно, но уверенно удалился. Вот скажите, кто, если не обезьяны, способны на подобное? После таких роликов волей-неволей начинаешь задумываться, а что, если они и правда наши предки? И Дарвин все-таки был прав. Пикник. Сколько свободы, приятных ощущений и чувства радости сосредоточено в этих шести буквах. Интересно, я один, когда слышу слово «пикник», представляю удивительно комфортные условия и компанию из близких людей, с которыми ты точно здорово проводишь время. Если вы такие же, как и я, то скорее закрывайте глаза, ведь после просмотра следующего видео ваша жизнь уже не будет прежней. На этой записи люди из Соединенных Штатов выехали на отдых подальше в лес и почти сразу же привлекли внимание Косолапова. Что удивительно, никто из людей не стал паниковать и проявлять хоть малейшее чувство тревоги. Напротив, такое ощущение, что им это и было нужно. Они намазали на хлеб какую-то вкусную пасту и с удовольствием поделились бутербродом с медведем. Тот вроде как такой подгон оценил и продолжил сидеть смирно в надежде, что его еще разок угостят. Хотели бы тоже отправиться на пикник с диким медведем. Хотя, кому вообще нужен этот пикник? Если дома есть любимый питомец, с ним любой день можно будет превратить в настоящую сказку с волшебным балом в конце. Вот этот мужчина, например, взял и ни с того ни с сего начал танцевать со своим котиком. Причем сделал он это настолько воодушевленно и красиво, насколько это вообще было возможно. Чудесно, правда ведь? Поразвлекались и хватит. Пришло время немного напрячься, ведь здесь у нас самый настоящий сталкинг в исполнении суслика. Эта кроха, любящая растительную пищу, положил глаз на гремучую змею и аккуратно, соблюдая дистанцию, начал за ней наблюдать. Лично я в последний раз так сильно переживал, когда проходил миссию в ГТА, где мне нужно было проследить за машиной, при этом не подъехав к ней слишком близко. Причем я там провалился чуть ли не 10 раз. Наверное, надо было просто попросить вот этого суслика. У него бы все получилось с первой попытки. Помните, сегодня у нас уже был разговор про слонов? Про то, какие они умные и сообразительные ребята. Так вот, если вдруг кто-то из вас до сих пор в этом сомневался, посмотрите сюда. Добрый гигант по кличке Шань Май, живущий в заповеднике в Китае, увидел, что один из юных посетителей парка потерял свой ботиночек. Разумеется, в вольер к огромному слону никто бы за ботинком не полез, поэтому Шань Май сам вернул обувь владельцу. То, как слон аккуратно протянул ботинок своим хоботом, лично меня растрогало до глубины души. Вот скажите мне, ну как такое возможно? Откуда эти животные такие сообразительные? Ну и раз уж мы настроились на вайп добра, то вот еще одно похожее видео. На нем мужчина приехал в заповедник и повстречал там шимпанзе. Человек хорошо знаком с животными и с тем, что именно им нужно, поэтому для него не составило труда определить, что шимпанзе хотел пить. Добрый человек протянул примату свои руки помощи и позволил выпить прямо из них. Обезьяна, конечно же, воспользовалась таким подарком судьбы, но и вдолгу оставаться не захотела. Сразу после чаепития шимпанзе взял руки человека и начал старательно их мыть. Это, пожалуй, одно из самых милых и добрых видео, которые я когда-либо видел. Но и на контрасте с ним было бы здорово посмотреть на хитрую сторону животных. В особенности, на игривую натуру наших с вами любимых собак. Как рассказал хозяин этого четвероногого друга, в тот день он запретил своей собаке гулять из-за того, что она плохо себя вела. Вместо этого пес начал гулять прямо по дому, специально подходя к дорогим вещам, чтобы понервировать человека. В какой-то момент пранк вышел из-под контроля и дорогой новый телевизор все-таки упал. Надеюсь, мужчина извлек этот жизненный урок и более он не станет лишать собаку возможности выплеснуть энергию на улице. Акула, приземляющаяся прямо на крышу дома. Аллигатор, упавший возле жилого здания и птицы, устроившие нечто жуткое. Сейчас вы увидите эти и другие необычные случаи, когда животные упали с неба. Акула. Взгляните на эту фотографию, на которой акула свалилась с неба и упала на дом, проломав крышу. Кажется, что такое невозможно, ведь каким образом акулы, которые плавают в море, могут падать с неба. Что ж, может и не такая огромная, но все же акула вполне может свалиться на чью-нибудь голову. Такое происходило уже не раз. Например, в 2015 году в штате Вирджиния, США, дети нашли во дворе своего дома акулу. А если точнее, акуленка. Находка их испугала и очень удивила. Как рыба попала туда? Ведь поблизости не было ни океанариумов, ни магазина с экзотичными рыбами. Ответ дали ученые. Они посчитали, что акуленка вытащила из воды какая-то хищная птица, которая затем по неосторожности выронила свою добычу. Подобное происходило и в Австралии, когда акула обнаружилась на местной дороге. Причем уже достаточно большая, а не какой-то крошечный акуленок. В скором времени это повторилось, и уже другую акулу нашли на автомобильной австралийской дороге. Она очень удивила водителей. Первая акула оказалась на дороге после проливного дождя с наводнением, а вторую, вероятно, кто-то выбросил из машины. А вот эту акулу нашел в своем саду житель Великобритании Джеймс Хилл. Полуметровая кошачья акула взялась там непонятно откуда и очень озадачила Джеймса. Но, скорее всего, ее вновь выронила какая-то невнимательная птица, охотящаяся на акул. Рыбы Вообще, падающие с неба рыбы это не что-то сверхъестественное, не что-то, что происходит раз в тысячу лет или вроде того. Такое можно увидеть в разных уголках по всему миру. Если рыба лежит одна, то, скорее всего, ее выронила какая-нибудь хищная птица. Не у всех пернатых мощный клюв, чтобы удержать рыбу. Но бывает и такое, что рыб сразу много. Такое явление называется рыбный дождь. Например, такой произошел в Мексике в 2017 году. В городе Тампико вместе с обычными осадками с неба падали рыбки. А это уже Мальта. В 2019 году там тоже прошел рыбный дождь. Сотни рыб падали с неба на тротуар и проезжую часть. Местные жители не стали тратить время и начали собирать рыбешек. Кто-то, чтобы отпустить рыба обратно в море, а кто-то, чтобы получить халявную еду. То же самое происходило в Индии в 2022 году и буквально месяц назад. В одном и том же городе с промежутком почти ровно в год прошел достаточно обильный рыбный дождь. Не осталось в стороне и Австралия, где в начале этого года рыбы валились на головы местных жителей. Дети стали собирать рыбу и помещать ее в банки с водой. Но как вообще все это происходит? С одной рыбой все понятно. Хищная птица может не удержать ее и выронить. Но сотни рыб! Это ж сколько птиц должны зафейлить одновременно? Ответ – ноль. Тут дело не в птицах, а в шторме или торнадо. Обычно именно после этих явлений выпадает рыбий дождь. Сильный ветер возле водоемов поднимает рыб в воздух, переносит подальше от воды, и рыбы обрушиваются на землю. Во всех случаях, которые вы сейчас увидели, был виноват именно шторм или же просто ливень с очень мощным ветром. Для жителей любой части Земли рыбный дождь кажется чем-то необычным и удивительным, даже если они знают, как он формируется. Но есть на планете одно место, где рыбный дождь – не редкость. Это город Йора в Гондурасе. Там раз в год с неба регулярно падает рыба. Это происходит уже на протяжении более ста лет, в период между маем и июлем. Местные и туристы наблюдают, как в небе возникает темное облако, а затем сверкают молнии, гремит гром, дует сильный ветер, и два-три часа льет сильнейший дождь. После его завершения на земле остаются сотни живых рыб, которые люди собирают и несут домой готовить. В связи с этим в Йора даже проводится фестиваль рыбного дождя. Как по мне, все-таки не очень приятно, когда на твою голову валятся рыбы. Но это еще не так страшно. Куда более стремно, если на тебя с неба падают черви. Именно такая ситуация произошла недавно в Китае. В провинции Ляонин выпал дождь из червей. Они покрыли припаркованные автомобили, выглядело это, мягко говоря, отвратительно. Не завидую я владельцам этих авто. Лично я бы лучше пешком пошел, чем садиться в такую тачку. Откуда же появились черви? Да все так же из-за сильных ветров. По мнению ученых, червей унесло сильным ветром во время бури. Но есть и другая теория. Согласно ей, черви на самом деле были цветками тополя, которые напоминают извивающихся гусениц. Как ни крути, внешнее зрелище не самое приятное. Представьте, вы идете по улице, ничего не предвещает беды, как вдруг прямо перед вами с неба падает аллигатор. Кажется, что я сейчас описываю сюжет бредового сна при высокой температуре или типа того, но такое действительно было в реальности. Причем не так давно, и все в том же Китае. В мае этого года камера наблюдения засняла, как аллигатор упал с большой высоты, подскочил и снова приземлился. Не переживайте, он выжил. Рептилия ударилась о натянутый над входом навес, и это смягчило удар. Погода тут ясная и солнечная, ни о каких торнадо или бурях нет и речи. Да и вряд ли в этом замешана какая-то птица, верно? Ведь ни одна птица не подняла бы в воздух аллигатора. Тут все интереснее. Рептилия была домашней, и упала она с балкона небоскреба с высоты двадцатого этажа. В тот момент хозяина не было дома. Вот теперь и гадай, то ли аллигатор случайно забрался на подоконник и сорвался, то ли он намеренно выбросился из окна, чтобы сбежать из заточения к своим друзьям в дикой природе. Птицы в Мексике Одно дело, когда с неба падают животные, которые не умеют летать, но бывают и такие необычные случаи, когда с неба падают птицы. Порой это выглядит очень жутко. Посмотрите, как это происходило в Мексике год назад. Такое ощущение, что кто-то сверху открыл какую-то дверцу, и через нее сотни и тысячи птиц резко повалились на землю. Настолько все быстро, массивно и внезапно произошло. Некоторым птицам удалось подняться и улететь, но другие остались на тротуаре. Кадры реально пугают. Такое ощущение, что птицы проводят какой-то ритуал, или что у них помешательство. Кто-то вообще посчитал, что начался апокалипсис. На самом деле, доподлинно неизвестно, что случилось. Есть лишь версии. Одна из них гласит, что птицы могли рухнуть в результате того, что надышались токсичными испарениями. По другой версии, пернатые сидели на проводах, перегрузили их, и их синхронно шибануло током. А кто-то считает, что птицы упали из-за проблемы, возникшей во время мурмурации. Явление, когда большая стая птиц образует в воздухе динамические объемные фигуры. Мол, птицы сбились с пути. Есть и еще одна версия, согласно которой падение пернатых было вызвано хищной птицей, спасаясь от которой они врезались в землю во время мурмурации. Какая версия нравится вам больше? Или у вас есть своя версия? Если так, пишите в комментариях. Птицы в США Нечто подобное, только в меньших масштабах, произошло в США в 2018 году. Тогда в городе Айдаха Фоллс с неба внезапно начали падать гуси. Все они находились в радиусе нескольких сотен метров. Всего было около 50 гусей. В этот раз версия была всего одна, никаких мурмураций или токсинов тут не было. Гуси совершали перелет и двигались в сторону Канады, когда началась сильная гроза с градом. Поначалу считали, что птиц побило градом, но это не так. Ученые сказали, что в таком случае пернатые спланировали бы на землю, приземлились в разных местах и переждали непогоду. А так, в них, вероятно, попала молния. Вот так, прямо во всю пернатую стаю. К сожалению, пережить такое невозможно. Боитесь пауков? Уверен, многие из вас терпеть их не могут, ведь эти создания могут быть повсюду. Иногда они могут даже упасть с неба. Посмотрите на эти кадры, снятые в Аризоне. Тут пауки больше похожи на какую-то саранчу или вроде того. Их много, и они движутся прямо по воздуху. А вот как это выглядело в Бразилии в 2013 и в 2019 годах. Там наблюдали пауков, которые витали в небе и словно были готовы приземлиться на головы местных жителей. Выглядит это очень крипово. Настоящий кошмар для любого арахнофоба. Но на самом деле пауки не падают с неба. По крайней мере, эти. Если присмотреться, станет видно, что они не движутся, а скорее висят в небе. Висят они на паутине. Это так называемый метод воздухоплавания, который членистоногие используют в процессе миграции. Эти животные плетут паутину на вершинах деревьев, затем их вместе с сетью подхватывает ветер и перебрасывает на большие расстояния. Ученые говорят, что пауки могут парить на высоте до трех километров над землей. Отсюда и складывается ощущение паучьего дождя. Игуаны Пока в Бразилии люди в шоке от пауков в небе, во Флориде все в шоке от игуан, которые внезапно начали падать с неба. Многие жители этого американского штата вдруг начали замечать, что на улицах их города лежат десятки игуан, которых раньше там не было. Теперь мы уже знаем, что хищные птицы могут выронить свою добычу на землю. Может и тут та же причина? Вовсе нет, вся фишка в самих игуанах. Эти животные хладнокровные, то есть температура их тела зависит от окружающей температуры. Если холодает, игуаны застывают и становятся неподвижными. В этот момент они падают с деревьев, на которых сидят, оказываются на земле и удивляют местных жителей. В те дни во Флориде похолодало, и это стало причиной такого необычного феномена. К слову, после такой заморозки игуана не умирает, таев и согревшись, она приходит в себя. Летучие лисицы это такие летучие мыши, и они, как игуаны, тоже порой оказываются на земле. Порой может буквально пойти дождь из летучих лисиц, как произошло в австралийском кемп Белтауне несколько лет назад. Тогда многие районы оказались устланы этими летучими мышами, которые падали с неба. Если в случае с игуанами те замерзали, то тут все наоборот. Летучие лисицы перегревались. В те дни в Кемп Белтауне стояла аномальная жара выше 40 градусов по Цельсию. Для летучих мышей это критическая температура. В такую духоту и жару они теряют контроль над собой, перестают ориентироваться в пространстве и падают на землю. Падающие с неба животные это действительно необычно. А далее я покажу вам не менее странные и удивительные случаи, когда ветеринары обнаружили внутри животных вот эти вещи. Кто бы что ни говорил, но змеи существа всеядные. Они способны слопать что угодно. В один день это может быть огромный крокодил, угодивший впасть к питону. В другой день домашний питомец, оказавшийся не в то время и не в том месте. А в третий, в желудке змеи, может оказаться пляжное полотенце. Именно это произошло в Австралии с трехметровым домашним питоном по кличке Монти. Хозяева Монти заметили, что их питомец ведет себя как-то странно и забеспокоились. Вдруг они обнаружили пропажу своего пляжного полотенца и предположили, что его проглотил Монти. Питона отвезли к ветеринарам, сделали ему рентген и опасения подтвердились. Полотенце оказалось глубоко в брюхе питона и угрожало жизни рептилии. Необходимо было проводить срочную операцию. Чтобы достать полотенце, ветеринары использовали эндоскоп, к которому прикрепили щипцы. С помощью них врачам удалось ухватиться за край полотенца и вытащить его через рот питона. К счастью, все закончилось хорошо, а ветеринары получили незабываемый опыт, ведь в их практике подобное произошло впервые. Акулы не менее всеядные, чем змеи. Особенно если говорить о тигровых акулах, одних из опаснейших акул планеты. Они едят даже несъедобные вещи, и им все нипочем, ведь они способны буквально выворачивать и выплевывать собственный желудок, чтобы избавиться от ненужного. Неудивительно, что тигровая акула может проглотить даже камеру. Это происходило уже несколько раз, но самые яркие кадры удалось получить режиссеру Зиме Дакиду в мае этого года. Он снимал документальный фильм о природе на одном из Мальдивских островов, когда к его камере подплыла тигровая акула. Она раскрыла пасть, чтобы попробовать аппаратуру на вкус, и уже вскоре камера оказалась внутри животного. Получились одни из самых удивительных кадров, ведь камера засняла жабры и зубы акулы прямо из ее пасти. Вот примерно такую картину и видят все еще живые жертвы, которых поедает эта хищная рыба. Правда, камеру есть она не стала и вскоре выплюнула ее. По словам режиссера, подобное поведение акулы не разозлило его. Наоборот, он похвалил хищницу за любознательность. Ну а что касается наших любимых домашних питомцев, то в плане любознательности, пожалуй, нет равных собакам. Эти верные друзья постоянно стремятся изучить мир и часто пробуют его на вкус в буквальном смысле. Иногда это заканчивается необычно. Например, в конце 2017 года в американском штате Оклахома произошел инцидент. Четырехлетний шарпей стал плохо себя чувствовать и резко терять в весе. Семья, в которой жила собака, долгое время не могла понять, куда пропадают соски-пустышки и поначалу считала, что ребенок, с которым любил играть питомец, выбрасывает их на улице. Но оказалось, что соски съедал сам шарпей. И ладно, если бы он слопал всего пару штук, но за несколько дней пес проглотил 21 соску-пустышку. Неудивительно, что бедолага так плохо себя чувствовал. Просто представьте, как сильно забился его желудок. Но, к счастью, у истории хороший конец. Ветеринары провели операцию и извлекли все инородные тела. Ветеринары надеются, что данный пример послужит уроком, и владельцы собак будут держать своих питомцев подальше от предметов, которые те могут проглотить. Кстати, если у вас есть собака, напишите в комментариях, что самое необычное она проглатывала. Я уже предвижу множество вариантов, но что-то мне кажется, вряд ли ваш пес съедал резиновых уточек. А собака по кличке Дьявол съедала. Несколько лет назад бульдог с такой мрачной кличкой прославился на весь Таиланд, когда решил устроить себе резиновый ужин. Нонг Аом, хозяйка животного, купила целую коробку резиновых уточек, чтобы украсить бассейн, но игрушечные птички очень не понравились собаке. Дьявол начал уничтожать их единственным известным ему способом есть, однако это не прошло ему даром, и на следующий день пес плохо себя почувствовал. Его сильно раздуло, а когда начало тошнить уточками, Нонг все бросила и повезла питомца в ветеринарную клинику, оказалось, что дьявол умудрился слопать целых 32 резиновые уточки. Местные ветеринары сказали, что они видели всякое, но ни разу им не попадались собаки, которые съедали что-то инородное в таких количествах. Настоящий рекорд, едва не стоивший ему жизни, но главное, что сейчас бульдогу уже ничего не угрожает. Резиновые уточки и пустышки это не самое лучшее, что можно найти в желудке собаки, но поверьте, это далеко не предел. Некоторые псы проглатывают даже кухонные ножи, о них вы узнаете через несколько минут, а пока давайте взглянем на черепаху с самой необычной диетой и странные находки внутри рыбы. Монеты Все все знают, все знают, что такое свинья копилка. Уверен, практически у каждого из вас такая была или есть, но знаете ли вы, что бывают живые свиньи копилки, а точнее черепахи копилки? Героиню следующей истории так и прозвали копилка, ведь она поедала монеты в больших количествах. Все потому, что черепаха обитала в резервуаре, в которой туристы бросали монетки на счастье, чтобы вернуться в Таиланд. Судя по всему, копилка уплетала монеты очень долго, ведь когда рептилии сделали операцию, из желудка 25-летней самки извлекли 915 монет. Это почти 5 килограммов металла. Непонятно, как вообще копилке удалось столько съесть и как она вообще чувствовала себя, но скорее всего очень плохо. Конец у этой истории тоже плохой, хоть ветеринары и удалили все монеты из рептилии, копилка вскоре скончалась. После операции ей стало хуже и она умерла от осложнений. Как по мне, это отличный пример того, почему не стоит бросать монеты во всякие фонтаны и резервуары. Крокодилы На очереди у нас снова рептилии. Можно подумать, что это крокодилы что-то учудили и слопали то, что не нужно. Однако в этот раз все наоборот. Это их нашли в желудке. Причем в желудке рыбы. Двум рыбакам подвернулась удача, когда они поймали эту огромную рыбу в одной реке. Их план был прост выпотрошить рыбу, пожарить ее и устроить себе вкусный ужин. Но пришлось ненадолго отложить, когда они увидели детенышей крокодила внутри рыбы. Непонятно только, почему крокодилы были совсем целехонькие. Рыба проглотила их даже не пережевывая. Или это фейк? Как считаете? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Возвращаемся к собакам. Помните, я обещал вам рассказать про случаи, когда собаки проглатывали кухонные ножи? Так вот, это чистая правда. В это сложно поверить, но псы действительно на такое способны. Более того, они даже выживают после таких экстремальных ужинов. Везучей оказалась собака по кличке Мэйси. Этот стафарширский бультерьер совершил нечто поистине непостижимое. Может у этой породы особая тяга к глотанию острых предметов? Ведь как иначе объяснить, что этот питомец слопал большой кухонный нож? Хозяйка Мэйси по имени Ирен поняла, что с псом что-то не то, когда тот начал скулить. Она посчитала, что Мэйси проглотил свою игрушку, но ветеринары шокировали ее, сказав про нож. Они приступили к экстренной операции и извлекли нож, а сам Мэйси вскоре восстановился. Ему невероятно повезло, ведь нож он проглотил рукояткой вперед, что спасло его от серьезных повреждений внутри органов. А вот еще один всеядный пес ретривер по кличке Коди. Никаких ножей он не глотал, зато умудрился целиком проглотить лампочку. Как это обычно бывает, хозяева не сразу поняли в чем дело и забили тревогу, когда собака начала плохо себя чувствовать. И опять же, как это обычно бывает, рентген расставил все по своим местам. К счастью, это была небольшая лампочка. Тем не менее, внутри собаки она могла лопнуть и ситуация стала бы значительно хуже. Но ветеринары не довели дело до этого и успели извлечь лампочку и спасти Коди. Пластик Когда мы думаем о пластике и животных, то обычно вспоминаем морских созданий по типу китов, которые глотают пластик в океане и погибают. Такое действительно случается. Нередко пластик глотают и птицы, которых тоже ждет трагичная судьба. Но куда реже пластик поедают наземные животные, тем удивительнее и страшнее история быка по кличке Нанди из Индии. Несколько лет назад местные жители заметили, что с Нанди что-то не так. Он начал сильно выгибать спину, а также плохо себя чувствовал. Поначалу все думали, что у быка просто что-то со спиной, но оказалось, что вся проблема была в желудке. За несколько лет Нанди съел около 85 килограммов пластиковых отходов и гвоздей, которые застряли у него в животе. Мусор лишь копился и копился, ведь такое не переваривается. Удивительно, как бык вообще умудрился съесть столько мусора, но главное, что у истории хороший конец. С Нанди все в порядке, а его случай в очередной раз напоминает нам о том, насколько важно правильно утилизировать отходы. Редчайшая акула-долгожитель и невероятно пугающая рыба, вышедшая из ночных кошмаров. Далее вы увидите самых необычных существ, которых выносило из океанов и морей. Начнем со снимка от подписчика. Он рассказал, что нашел этот кадр в каких-то закрытых источниках, которыми занимались его знакомые ученые. Якобы в 2020 году на берег Австралии рано утром выкинуло вот этого монстра. Люди, которые увидели его, тут же потеряли дар речи и позвали сюда все правоохранительные службы. Прибывшие на место исследователи быстро попросили полицейских оцепить местность и предоставить им немного времени. Очевидцы были уверены, что это аномальный кальмар из древнего рода, но как потом оказалось, это был вовсе кто-то не с этой планеты. Судя по анализу ДНК, существо не относится ни к какому известному науке морскому жителю, да и размеры, как мне кажется, в очередной раз это подтверждают. А о количестве щупалец я вообще молчу. Как вы думаете, каким образом этот монстр мог оказаться на земле и что он тут делал? Напишите в комментариях. Рыба футбольный мяч Не обязательно иметь исполинские размеры, чтобы пугать людей. Вот эта рыба, выброшенная на берег, справилась с этой задачей на все сто процентов, даже будучи не самой крупной на свете. Ее обнаружил самый обычный человек, который рано утром вышел на пробежку вдоль берега. Обычно мужчина встречал известных всем рыб, рачков и прочую нормальную живность, выброшенную на сушу. Но в этот раз он заметил нечто явно из ряда вон выходящее. Издалека ему показалось, что это гигантская медуза, но рассмотрев находку поближе, американец удивился. Он рассказал, что весь род существа был в крови. То ли оно получило повреждения от волн, то ли вот-вот кем-то полакомилось. Не зная, что это за рыба, мужчина опубликовал фотографию существа в интернете, напугав пользователей соцсетей. На контакт с ним быстро вышли ученые, спросили место, где эта находка была обнаружена и отправились туда. Прибывшие исследователи не находили себе места от радости из-за открытия совершенного человеком. Но никто так и не понял, что именно их взбудоражило. Быть может это тоже кто-то не с нашей планеты и люди радовались, что получат премию или повышение. Еще один пришелец. Именно так я подумал про себя сразу, как только увидел этот ролик впервые. История приключилась с девушкой, которая отдыхала на своем любимом пляже в Вашингтоне. Она спокойно лежала на берегу и ни о чем не думала, как вдруг, перевернувшись на другой бок, заметила что-то странное неподалеку от нее. Это что-то было спрятано в песке, виднелась лишь голова. Когда девушка подошла поближе, ее сердце мгновенно убежало в пятки, поскольку она поняла, что существо живое. Испугавшаяся бедняга тут же бросилась к ближайшему спасателю и рассказала ему о том, что там кто-то живой и о том, что это инопланетный монстр. Люди прибыли на место уже в компании профессионала и тот занялся извлечением создания из песка. Как позже оказалось, к счастью, никаким пришельцам оно не было. Это был тихоокеанский змеевидный угарь, который живет гораздо южнее этой локации. Вероятно, беднягу выкинуло сюда приливом. Вот он и спрятался в ожидании улучшения погоды. Люди подумали, что существо слишком вялое и слабое, чтобы вернуть его в океан, поэтому его сперва отвезли в лабораторию, где опытные специалисты подлечили его и потом вернули в океан. Следующая не менее пугающая ситуация произошла в Индонезии. Как всем известно, люди издревле говорят о Кракене, о том самом гигантском моллюске, чья длина превышает 40 метров. Якобы он плавает в океанах всего мира и охотится на людей, пытающихся вылавливать его меньших собратьев. Рассказывать всю историю сейчас я не вижу смысла, поэтому предлагаю сразу перейти к делу. Как я уже сказал, в Индонезии произошло нечто странное. На берег, куда обычно никого и никогда не выбрасывает, выкинула Кракена. Ну, или кого-то сильно на него похожего. Длина тела составляла 15 метров, причем все были уверены, что это не цельная его часть, а какой-то кусок. Вполне вероятно, при жизни это существо было еще больше. Весил же гигант, а точнее его кусок порядка 30 тонн. Убрать его своими руками было нереально, поэтому люди прибегли к помощи техники. Пока они все это организовывали, под жарким солнцем Индонезии тело неизвестного морского великана начало окрашивать воду вокруг себя в красный цвет. Океанографы выдвинулись к месту находки при первой же возможности и заявили, что это не кит и даже не кашалот. Но кто это в таком случае? Может, Кракен все-таки и правда существует? Редкая находка Для того, чтобы познакомиться со следующей находкой, нам с вами придется переместиться в Великобританию. Ведь именно там, в 2022 году, на одном из берегов, люди нашли тело гренландской полярной акулы, которая считается самой долгоживущей в мире. По данным ученых, найденной ими особи было примерно 500 лет. На самом деле, подобные находки играют огромную роль в развитии науки, ведь именно благодаря им людям удалось установить, что эти акулы могут вырастать до 7 метров в длину. Также стало известно, что это самые северные и самые хладолюбивые из всех акул. Анализ ученых показал, что средняя продолжительность жизни гренландских полярных акул достигает как минимум 272 года, что делает их долгожителями рекордсменами среди позвоночных. Непонятно, что помогает им существовать настолько долго. Раньше люди думали, что все дело в уникальном рационе, но, как оказалось, он у них вполне обычный. В него входит различная рыба, тюлени и даже падаль. Мне кажется, что главным фактором, из-за которого эта громадина так долго живет, являются ее размеры. Нет, ну вы сами подумайте, в северных водах попросту некому охотиться на 6-метрового исполина. Во-вторых, причина в том, что гренландская акула откровенный тормоз. И нет, я совсем ее не оскорбляю. Я говорю про метаболизм. У этой акулы замедленны буквально все процессы, в том числе и старение. И пускай она не плавает с огромной скоростью, ее данных ей с лихвой хватает на то, чтобы успешно охотиться и с удовольствием бороздить холодные воды. Предлагаю никуда из Австралии пока не перемещаться и взглянуть на другой феномен, который произошел там в декабре 2017 года. Зимой у одного из побережий австралийцы обнаружили кошмарную массу из множества странных обитателей моря. Эта сцена выглядела просто ужасно. Существа оказались мертвыми, но на самом деле были еще живыми. Они выглядели мягкими, но в то же время склизкими, возможно опасными, но одновременно и невероятно интересными. Так кто же это был? Именно с таким вопросом ошарашенные очевидцы обратились к ученым и те с уверенностью дали им ответ. Перед вами скопление португальских корабликов. Нет, не тех, которых из бумаги слепили морские жители, а достаточно опасных, хоть и неприметных животных. Этот студенистый организм достигает 30 сантиметров в длину, заполнен газом и благодаря этому удерживается на поверхности. Его ловчие щупальца несут огромное количество клеток, способных причинить людям вред. Пораженная зона при контакте с ними в основном вызывает сильную локальную боль, сопровождающуюся шелушением, покраснением и раздражением. Также это может повлиять и на самочувствие жертвы в целом. У человека появляется головная боль и тошнота. И это все возникает от контакта со всего одной особью. Представьте, что может быть, если жертву атакует целая колония таких корабликов. Ученые уверены, что в таком случае их силы хватит на то, чтобы отправить на тот свет даже крупное морское существо. Таинственная рыба А эта находка была обнаружена в 2017 году в Санта-Барбаре. Мужчина прогуливался вдоль берега вместе со своим сыном и заметил странную рыбу, выброшенную на берег. Она очень напоминала им рыбу-луну, но поскольку мужчина знал про все ее виды, то понимал, она ни к одному из них не относится. Специалистам из Америки потребовалась помощь других ученых из Австралии и Новой Зеландии для исследования данного вида. Оказалось, это действительно была луна-рыба, но нового вида. Главное, ее отличие от сородичей заключалось в габаритах. Они были сильно больше обычного. Однако, не всегда выброшенное на берег существо вызывает на лицах ученых широкую улыбку и радость от возможности что-либо поисследовать. Уже давно местные народы в Перу считают, что если им на берег выбрасывает сельдяного короля, нужно ждать беду. В эту легенду люди верят уже десятки лет, причем не только в Южной Америке. Именно это поверье связывают с разрушительным землетрясением и цунами, которое произошло в Японии в 2011 году. Перед этим на берега Японии якобы вынесло десятки сельдяных королей. Местные жители перуанской деревни, обнаружившие эту рыбу предвестника, поспешили покинуть пляж, опасаясь цунами. Рыбаки попытались помочь огромной рыбе вернуться в море, однако спасти ее не удалось. А как бы вы поступили в этот момент? Тоже ушли бы от берега подальше или не обращали бы на все внимание и продолжили жить как обычно? Чужой Следующими кадрами с общественностью поделилась жительница Техаса, которая приехала домой после путешествия по Австралии. Она рассказала, что в один из вечеров нашла на пляже вот такое непонятное существо. Сперва ей показалось, что это была змея, однако непропорциональные габариты быстро отмели этот вариант. Затем девушка подумала, что перед ней распласталась обычная рыба, но опять же форма существа не была похожа ни на одну другую форму известных людям рыб. Оставшись уже безадекватных версий, девушка в отчаянии обратилась к знакомому ученому, но тот никакой ясности внести тоже не смог. Коллегиально они пришли к выводу, что это был кто-то инопланетный. К сожалению, девушка не смогла назвать точное место, где был сделан этот кадр и находка канула в небытие. А вдруг это была настоящая зацепка для изучения инопланетного мира? К слову об инопланетянинах, вот это странное существо, покрытое серией желтых пятен, тоже заставило многих людей предположить, что оно является инопланетным. На снимке, опубликованном мужчиной, была желеобразная фигура, которая свернулась сама в себя. У нее скользкая и липкая отпугивающая внешность. Один пользователь, морской эколог, сказал, что это необычное существо может быть разновидностью асцидий, часто встречающихся в прибрежных районах. Каждая из этих маленьких желтых точек это отдельное животное, называемое азооидом. Все они генетически идентичны в колонии. Другой человек заявил, что вряд ли это кто-то земной. Вполне вероятно, это было нечто по типу симбиота, как в фильме Веном. Помните? Остается надеяться, что никто слишком близко к этой жиже не подходил, и она никого не успела поработить. Самый старый удав в мире, существо, способное прожить до 500 лет, и крокодил гигант, чей возраст перевалил за целый век. Сейчас я покажу вам настоящих долгожителей из мира животных. Змея старичок Змеи достаточно неприятные создания, контактировать с которыми не горит желанием буквально никто. И мало того, что в природе их много, так оказывается, что эти создания еще и жить могут довольно долго. Вот, например, обыкновенный удав. Продолжительность жизни таких составляет 20 лет, но был в истории и отдельный, совершенно уникальный случай. Неподалеку от Филадельфии однажды родился удав по имени Папай. Он был очень крупным и спокойным представителем вида, который, кроме всего, запомнился людям и рекордным сроком жизни. Этот удав прожил 40 лет, 3 месяца и 14 дней, что более чем в 2 раза выше средней продолжительности жизни его сородичей. Что именно стало причиной такого события, неясно до сих пор. Одни говорят, все дело в зоопарке, где за ним ухаживали. Мол, там ему регулярно приносили самую лучшую еду, предоставляли змея шикарные условия и все в таком духе. Но ведь после этого случая ни в одном другом зоопарке ничего подобного не повторялось. Мне кажется, что тут все дело в генетике, и это просто была редкость. Паук-долгожитель Пауки не менее жуткие существа. Много лапок, все в волосках, бле, радует лишь то, что живут эти создания обычно не более года. Так бы их вообще расплодилось немыслимое количество. Однако такая продолжительность жизни устраивала далеко не каждая членистоногая. Собратья стали разделяться и в конечном итоге образовывать новые виды. Оказалось, что у каждого вида своя продолжительность жизни. И если те же классические самые популярные паучки будут жить не более года, то другим вполне себе под силу прожить и 15 лет, а кому-то все 20 или даже 25. Именно такие числа были рекордными до тех пор, пока миру не стало известно об очередном виде пауков. В 2018 году ученые наблюдали за особью, которой было 43 года. Такое долгое и подробное изучение самки этого вида дало понять, что огромная продолжительность жизни этих пауков обусловлена их эволюционными чертами, в том числе тем, что они живут в диких кустарниках, а также ведут оседлый образ жизни и отличаются медленным метаболизмом. Кто знает, может в природе есть еще один или даже несколько видов членистоногих, которые отличаются еще большей продолжительностью жизни. Просто о них люди еще не узнали. Крокодил Генри Крокодилы 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 это те существа, в случае с которыми о долгой жизни говорить как-то не особо спешишь. Хищники на то и хищники, что постоянно охотятся, сражаются, защищают территорию или чем-то рискуют. Однако Генри, так зовут крокодила из штата Квазулу Натал в ЮАР, пошел по другому пути. Нильский охотник не стал сопротивляться и пытаться сбежать от людей. Он поддался их воле и прибыл в питомник в далеком 1985 году. На тот момент, если что, ему уже было 85 лет. Нетрудными математическими расчетами можно сделать вывод, что сегодня крокодилу Генри около 123 лет. Он считается старейшим ныне живущим крокодилом в неволе. До этого, к слову, его место занимал австралийский узкорылый крокодил по имени Мистер Фрэши. Однако он умер в 2010 году. На тот момент ему было около 140 лет. Кто знает, может Генри обгонит и этого рекордсмена, навсегда вписав свое имя в историю. Да уж, это как минимум необычно, когда ты можешь прожить больше целого века и при этом отлично себя чувствовать. Жаль, некоторым животным это попросту не суждено сделать. Например, тем же кошкам. Обычно они живут от 12 до 18 лет. Вот только и здесь нашелся уникальный случай исключения. Кошке по кличке Флосси на данный момент 27 лет, что эквивалентно 120 человеческим годам. Родилась эта чудо-киска 29 декабря 1995 года. За столь длительный срок ее зрение и слух сильно ухудшились, что вполне себе естественно, но вот ее здоровье в целом осталось таким же крепким, как и годами ранее. За свою действительно долгую жизнь Флосси побывала в нескольких домах, однако первые несколько месяцев она была бездомным котенком на улицах Лондона. Ее забрал домой сотрудник больницы, рядом с которой жил котенок. С ним она прожила 10 лет, прежде чем человек умер. Флосси приютила сестра ее покойного владельца, но через 14 лет вторая хозяйка тоже отправилась на тот свет. Так, кошка попала к сыну своего второго владельца на три года, прежде чем ее передали волонтерам из приюта. И именно там, именно из приюта начали распространяться слухи о невероятном возрасте кошки. Увы, но сотрудники центра не были уверены, что Флосси когда-то сможет вернуться в теплый дом, ведь люди предпочитают брать гораздо более молодых питомцев. Однако Флосси повезло. По словам Вики Грин, новой хозяйки рекордсменки, она всегда хотела заботиться о пожилых животных, поэтому она с радостью забрала 27-летнюю кошку себе. Сколько еще лет или месяцев уготовлено этому милому созданию, никто не знает. Быть может, ей даже удастся побить рекорд кошки Крим Паф, прожившей 38 лет. Собака за 100 тысяч долларов? А как вам стоимость собаки за миллион? Оставайтесь с нами, и я расскажу вам о самых дорогих собаках в мире. Тибетский мастиф. Уверен, многие из вас ожидали увидеть тут эту породу. Тибетский мастиф уже давно считается премиальной собакой, позволить которую может далеко не каждый. Даже обычные и непримечательные щенки могут стоить несколько тысяч долларов. Чистокровные особи дороже, но даже им очень далеко до рекордсменов. Они реально поражают. Первый из них тибетский мастиф по кличке Большой Всплеск. Он также известен как Биг Сплэш или Хун Дун. В 2011 году он произвел фурор, когда появилась информация, что его купили за полтора миллиона долларов. Да-да, вы не ослышались, именно долларов и именно полтора миллиона. Но за что такие деньги? Ведь с виду это вполне обычный пес, а не что-то вроде гибрида собаки и тигра или прочих уникальных созданий. Большой всплеск на момент покупки весил 82 кило, а в длину составлял почти метр. Вполне типично для породы. Но дело как раз в самой породе. Важны детали. Большого всплеска приобрел китайский угольный магнат, и он специально старался установить рекорд, поэтому дико завысил цену. Все потому, что в Китае тибетские мастифы красного цвета считаются символом роскоши и огромного богатства. Это очень яркий вот богачи и пытаются обогнать друг друга и заполучить максимально дорогого мастифа. Кстати, рекорд всплеска держался недолго. Уже в 2014 году в том же Китае был куплен щенок годовалого мастифа уже за 2 миллиона долларов. Покупателем стал некий бизнесмен из китайской провинции Чжэньцян. На данный момент именно эта собака самая дорогая в мире. Посмотрим, как долго продержится этот рекорд. Окей, с китайскими тибетскими мастифами все ясно. Они дорогие в любом случае. Хоть щенята за миллион баксов все равно поражают. Но что, если я скажу, что одна из самых дорогих собак в мире лабрадор? Да-да, тот самый, который, возможно, даже есть у вас дома и лежит рядом с вами прямо сейчас. Оказывается, лабрадор может стоить больше 100 тысяч долларов. Правда, такой всего один. Вот он, пес по кличке Ланселот Анкор, что можно перевести как Ланселот на бис, и он стоит 155 тысяч долларов. Именно в кличке Четвероногого кроется причина его дороговизны, ведь это клон. Дело в том, что в 2008 году в семье супругов Отто произошло горе. Их собака по кличке Сэр Ланселот скончалась от рака. Им так нравился предыдущий пес, что они не захотели заварить другого. Им был нужен именно такой же, и они решились на клонирование. Была взята ДНК оригинального умершего пса, и в результате сложной процедуры на свет появился полноценный клон, точная копия Сэра Ланселота. Супруги были в восторге, но есть нюанс, поскольку гены у клона точно такие же, он тоже скончается от рака. Возможно, это уже произошло, но даже если так, Ланселот Анкор успел оставить солидное потомство в виде восьми щенят, а это хорошо. Бордер Колли Бордер Колли известная британская порода пастушьих собак. Она умная, сообразительная, бдительная, энергичная и очень дорогая. Ну, по крайней мере, вот это Бордер Колли. Ее зовут Ким, и два года назад она стала мировым рекордсменом. Собака была продана в Уэльсе за 27 тысяч фунтов. На тот момент это было почти 39 тысяч долларов. В итоге она стала самой дорогой пастушьей собакой на планете и даже попала в книгу Гиннесса. Если в предыдущих случаях ценник обуславливался статусом или сложной процедурой клонирования, то тут все проще. Ким очень умная, работоспособная и просто классная. Фермер, который растил Ким, заявил, что когда она была щенком, ее интеллект уже соответствовал уровню развития трехлетней овчарки. Ким моментально обучается. Порой ей достаточно показать что-либо один раз и она запомнит. Также собака выполняет большой объем работы на ферме, пасет скот, защищает овец, все контролирует и так далее. Вообще немало пастушьих собак становятся дорогими именно из-за своих качеств, как, например, еще один дорогой пес и бывший рекордсмен, пес-пастух по кличке Митч. Это тоже Бордер Колли, которого в свое время купили за 10 тысяч долларов. Митч может похвастаться милым характером, высокой работоспособностью и исключительно исполнительностью, так что он наверняка стоил своих денег. Келпи Австралийский Келпи это еще одна пастушья собака. Эти создания обладают уникальными качествами, которые отличают их от многих других пород. Например, у них очень широкий угол обзора, благодаря чему они намного лучше контролируют обстановку на пастбище. Вдобавок, Келпи отличаются хорошей концентрацией внимания, интеллектом, активностью и мягким характером. Все это делает их очень классными пастухами, а некоторых даже рекордсменами. Например, в октябре прошлого года в Австралии продали Келпи по кличке Ева. Полугодовалая собака ушла с молотка на аукционе за 49 тысяч долларов. Получается, рекорд Ким побит, и теперь Ева самая дорогостоящая пастушья собака в мире. Видимо, так, но книга Гиннесса пока не спешит обновляться. Вы уже поняли, почему Келпи могут стоить так дорого. Угол обзора, интеллект, ну и так далее. Но все же, не слишком ли это много, 49 тысяч зеленых. Тут в дело вступает радословная. Говорят, она у Евы идеальная. Да и навыки у нее на высоте. Она даже лучше Хувера, предыдущего рекордсмена Келпи, который впахивает на пастбище как настоящий робот. Да и вообще приобретение Евы это не транжирство, а вклад в будущее. Она сможет родить щенков, которые потом тоже будут помогать владельцам скота. Все еще помните щенка тибетского мастифа за 2 миллиона долларов? Так вот, вскоре этот рекорд может быть побит. Взгляните на этого пса. Это кавказская овчарка по кличке Кадабомс Хайдер, и ее владелец уверяет, что именно его питомец самый дорогой в мире. Правда, есть нюанс. Пса никто не покупал и не продавал. Тем не менее, на него есть заявленная цена. Не так давно владельцу пса Сатишу поступило предложение богатому бизнесмену из Индии так понравилась его собака, что он захотел приобрести ее и предложил Сатишу 200 миллионов рупий за овчарку. Чтобы было понятнее, это почти 2,5 миллиона долларов. Сатиш отказался и теперь говорит всем, что является владельцем самого дорогого пса на планете. В какой-то степени это так, но все же официальным рекордсменом пока что остаются тибетские мастифы. Посмотрим, что будет дальше. А дальше я предлагаю отвлечься от конкретных особей и взглянуть на несколько пород, ведь среди них тоже можно найти те, которые позволят себе только настоящие богачи. Смотрите дальше, чтобы увидеть несколько самых дорогих пород собак в мире и узнать, на что они способны. Левхен Логично было бы предположить, что хотя бы какая-нибудь дорогая собака должна быть очень редкой, и это как раз тот случай. Левхен одна из самых редких пород в мире. Еще в конце 19 века левхены считались почти вымершими, а сейчас в мире ежегодно рождается менее 100 левхенов. Тем не менее, нельзя сказать, что их вообще нет. Некоторые богачи приобретают левхенов, чтобы покрасоваться с ними или поучаствовать в выставках, ведь эти львиные собачки декоративные, милые и грациозные. Чтобы получить Левхена от опытного и проверенного заводчика, придется отдать от 5 до 8 тысяч долларов. Наверное, это того стоит. Я не знаю, вы как считаете? Можно подумать, что родина этой собаки Египет. Кого бы еще стали называть в честь фараонов, верно? К тому же похожих собак рисовали на стенах гробниц в Древнем Египте, но на самом деле выяснилось, что фараоновы собаки происходят с Мальты, однако их название осталось прежним, как тогда, когда люди думали о них как о созданиях Древнего Египта. За чистокровного фараона придется отдать от 7 до 7 с половиной тысяч долларов, но, конечно, цена может отличаться, как и в случае с вообще любыми породами в мире. Так или иначе, фараонова собака бьет по кошельку, обусловлено это малочисленностью питомников и сложностью подборы родительской пары. Однако, несмотря на все трудности при поиске породистого щенка, желающих завести дорогого экзотического питомца все же немало. Все потому, что фараонова собака отличается прекрасным характером. Животное быстро находит общий язык с людьми и животными, любит подвижные игры и обладает врожденными качествами компаньона. При этом пес сохраняет независимость и легко переносит одиночество, оставшись в пустом доме на весь день. Кавалер Кинг Чарльз Спаниэль Когда слышишь такое королевское название, понимаешь, это что-то на богатом. Так и есть. Кавалер Кинг Чарльз Спаниэль собака для состоятельных людей. Она с самого начала предназначалась только для английских дворян. Лишь они могли позволить себе этих небольших и статусных созданий. Сейчас вместо дворян их покупают всякие бизнесмены и аристократы. За щенка придется отдать до 5000 долларов. Причина не только в аристократичном и дворянском прошлом породы, но и в проблемах, которые есть сегодня. Заводчикам трудно найти подходящую пару для спаривания. Вдобавок эти спаниэли предрасположены к целому ряду генетических заболеваний, поэтому каждая особь, допущенная к разведению, должна проходить обязательные генетические тесты и не состоять в близкородственных связях с партнером повязки. В противном случае риск врожденных заболеваний у будущего потомства повышается. А на этом все. Напишите в комментариях, какую дорогую собаку вы бы взяли себе, если бы это можно было сделать бесплатно. И спасибо за просмотр!